После того, как нацистам 8 сентября 1941 года удалось блокировать Ленинград, для жителей города на Неве начались самые трудные годы в их жизни. Нехватка продовольствия, постоянные бомбежки улиц и тяжелый труд на предприятиях стали неотъемлемой частью жизни людей. К противостоянию с фашистской машиной убийства были привлечены все жители города. Каждый на своем месте делал все, что может, чтобы выжить и победить. Сопротивление врагу было жестокое и уверенное. На фронт ушли сотни тысяч добровольцев. Весной 1942 года на Волховский фронт приезжают пополнения, среди которых находится ученый с мировым именем, почетный член Академии наук СССР Морозов Николай Александрович. Ученый считал своим долгом сделать свой вклад в победу над нацистами, поэтому сразу как началась война, он пошел на призывной пункт и стал требовать, чтобы его отправили на войну. Но военные командиры не горели желанием рисковать жизнью заслуженного ученого и почти год сопротивлялись настойчивым требованиям академика. Морозов же отличался суровым нравом и твердым характером, и все-таки смог добиться разрешения выехать на фронт добровольцам на месяц. Основной же причиной, почему его не хотели пускать на передовую, было то, что академик ушел уже 89-й год жизни. Командир батальона с подозрением рассматривал призывников, поступивших в его распоряжение. Это почти все были люди в возрасте, не имеющие отношения к военным профессиям. Но когда он увидел Морозова, дряхлого старика с седой бородой, да еще когда узнал, что это, носящий очки снайпер, то он все понял, над ним просто зло пошутили. Но Морозов поспешил успокоить командира, сказав, что он не призывник, а доброволец. Потом он сказал, что будет воевать на общих основаниях и никаких поблажек не ждет. Сразу же, как академик появился в окопах, солдаты с удивлением наблюдали, что этот старичок хоть на вид и был дряхлым, но оказался крепким орешком. Траншейная жизнь нисколько не утруждала академика. Он также, как и все, легко передвигался в окопах, также пригибался в момент артобстрела, также залегал на позиции со своей винтовкой. Сразу же о нем начали распространяться слухи, а солдаты из соседних частей приходили посмотреть на академика. Уже на следующий день после прибытия Морозов убил своего первого немецкого офицера. В течение двух часов академик пролежал в своей засаде, и удача улыбнулась ему. В его прицел попал враг, который был уничтожен с первого выстрела. Николай Александрович Морозов сам по себе был очень интересной личностью. Если есть люди с несгибаемым характером, или, как говорится, непотопляемые айсберги, то это сказано именно про него. Будучи по молодости самым радикальным революционером, он за свою деятельность просидел в тюрьме в одиночной камере почти 30 лет, где он не только не сошел с ума, как его сотоварищи, но еще и смог обучиться разным наукам. Также он выучил 11 языков и вышел из тюрьмы уже с докторской степенью. В тюрьме он переболел туберкулезом, который вылечил себе сам. Распорядок дня и тренировки, которые устроил себе Морозов в камере, были настолько суровы, что болезнь не выдержала и отступила. После отсидки Морозов, не имевший даже среднего образования, уже был знаменитым ученым. Его труды печатались не только в России, но и за границей. Ему сразу же присвоили докторскую степень, и Лизгафт, который тогда создал университет в Санкт-Петербурге, взял его на работу, а Менделеев лично ввел Морозова в научные круги. Кстати, помимо всех научных трудов, у Морозова был один и антинаучный, под названием «Христос», где ученый разработал и пытался обосновать новую хронологию в истории. Основываясь именно на этой работе, впоследствии и появились такие псевдоисторики, как Носовский и Фоменко. После появления авиации в Российской империи, Николай Морозов вступил в авиационный клуб, где летал на первых самолетах. Однажды его даже арестовали жандармы. А в квартире Морозова прошел обыск. Они думали, основываясь на фактах революционной молодости Морозова, что он хочет сбросить бомбы с самолета на Царское село и убить императора Николая II. Но в тот момент Морозов уже отошел от революционной деятельности, и его отпустили. Октябрьский переворот Морозов не принял и даже спорил по этому поводу с самим Лениным. Николай Александрович был капиталистических взглядов и состоял в партии кадетов. Но Ленин, уважая Морозова, лично распорядился оставить ему его родовое поместье. По факту, сделав Николая Александровича самым последним и единственным помещиком Советского Союза. В своем поместье Морозов построил лабораторию и обсерваторию, где и занимался научными исследованиями. Во время социальной бури 1937 года в институте Лесгафта, где Морозов уже был директором, прошли репрессии. Но Николая Александровича тронуть не посмели. В 1939 году уже сильно постаревший ученый прошел снайперские курсы ОСААВИАХИМА. Эта организация являлась предшественницей ДОСААФА. Во время своего пребывания на передовой, академик, привыкший к научной деятельности, изучил траекторию полета пули в условиях повышенной влажности и потихоньку стал отстреливать нацистов. Дошло до того, что немцы начали определять стиль нашего снайпера и сразу же после убийства очередного своего бойца пытались залповым огнем обстрелять местность, где возможно засел академик. Опасаясь за жизнь Николая Морозова, руководство, вопреки протестам самого ученого, отправило его назад. Морозов долго буянил и пытался снова попасть на передовую, но к концу войны он понемногу успокоился и после победы сказал «Я счастлив, что дожил до дня победы, но сожалею, что так мало сделал для самой этой победы на передовой». Морозов Николай Александрович был награжден двумя орденами Ленина и медалью за оборону Ленинграда. Умер самый старый участник Второй мировой войны в 1946 году в возрасте 92 лет. Не буду пытать вас своими выводами, думайте сами, решайте сами, в комментариях свои мысли напишите. До свидания!